Привет, дорогие друзья! Сегодня расскажу вам об огромной пользе пшена, зачем я ем пшено 3-4 раза в неделю. Также, кто хочет похудеть, это видео будет тоже очень полезным. Досмотрите обязательно это видео до конца, вы узнаете много полезной информации. Ну что вы готовы? Поехали! Друзья, если вы не знаете ничего о пользе пшена, спросите у своих бабушек и дедушек. Они вам подробно расскажут. Эта крупа может лечить все болезни. Это самая полезная крупа в мире. Если не верите, можете предметно погуглить и найти информацию. Сегодня я буду делать пшенное молочко, которое поможет восстановить печень, почистить почки, разрушить камни, вывести песок из организма. Пшено также поможет улучшить работу мочевого пузыря и положительно влияет на весь организм в целом. Выводит шлаки, токсины из организма. Пшено благотворно влияет на нервную систему, работу сердца, сосудов, повышает иммунитет. Пшено помогает снизить холестерин, нормализовать уровень сахара в крови и утолить голод. Нам понадобится 100 грамм пшена. Промываем под проточной водой 2-3 раза, пока водичка не станет чистой. Высыпаем в блендер. У меня стационарный, можно погружной. Если нет блендера, по старинке перебиваем толкачком и заливаем 500 мл чистой воды комнатной температуры. Взбиваем блендером. Готово. Посмотрите, какое молочко с пенкой у нас получилось. Похоже на настоящее молочко. Коровье, козье. Польза этого молочка тоже очень огромная. Теперь нам нужно процедить молочко и можно пить. Гуще, которое осталось на дне блендера, не выбрасывайте. Из нее получится вкусная каша. Напишите в комментариях, как вам такое молочко. На вид, на вкус. Отличается только тем, что это пшенное молочко. Храню я это молоко в стеклянной банке с крышкой. Употреблять по 100 мл 3 раза в день. За полчаса до еды. Пьем это молоко в течение 10 дней. Потом на неделю делаем перерыв. Следите за тем, как желудок реагирует на это молочко. Если все в порядке, то через неделю повторяем этот курс. Пьем еще 10 дней. Итого получается чистка желудка. 20 дней вы пьете, неделю перерыв. Такую чистку организма я делаю 2-3 раза в год. Этого будет достаточно. Если такое пшенное молочко вы не можете пить, вы можете добавить пол чайной ложки меда. Тогда это будет вкусное, почти как настоящее парное молоко. Также варю и ем 3-4 раза в неделю пшенную кашу. Это очень полезно и вкусно. Пшенная каша является кладезем витаминов и минералов. В ней содержатся такие минералы, как кальций, медь, железо, магний, марганец, фосфор, калий и селен. Это отличный источник витаминов группы В, фолиевой и пантотеновой кислоты, ниоцина, рыбофлавина и витамина В6. Каша номер один по полезности в мире. Пшено благотворно влияет на нервную систему, работа сердца, сосуда, повышает иммунитет. Пшенная каша по утрам способствует похудению, повышает работоспособность и концентрацию внимания. Суточная норма употребления пшена составляет 300 грамм. Однако пшенную кашу можно не всем. Употреблять ее не рекомендуется людям с гастритом и пониженной кислотностью желудка. Пшено состоит из сложных углеводов, хорошо утоляет голод и долго не хочется есть. Те, кто сидит на диете и хочет похудеть, это каша номер один. Запомните это. Варить пшенную кашу очень просто. На один стакан пшена берут 2-3 стакана воды или молока. Немного посолите, доведите до кипения, убавьте огонь и варите 15-20 минут. После варки обязательно дайте каше отдохнуть 10-15 минут. Добавьте масло и каша готова. Приятного аппетита и помните этот простой рецепт. Если вас мучает изжога, выпейте 100 мл пшенного молочка. Друзья, попробуйте такую чистку всего организма. И результат вас непременно удивит. Поделитесь этим видео с друзьями, близкими, знакомыми. Всем добра, удачи и до новых встреч. Скоро увидимся.